Всем привет! Последнее время люди все реже-реже смотрят телевизор, ведь его отодвинул на второй план интернет. Несмотря на это, все же еще остается одна весомая причина просмотра ТВ. Это смешные, нелепые моменты репортеров и ведущих в прямом эфире. Стоит отметить, что при таких съемках может произойти все что угодно. Поэтому сегодня вы увидите именно самые курьезные, даже позорные ситуации, которые происходили в прямом эфире. Готовы? Тогда поехали! Девушку репортера дважды поцеловал тюлень. Если первый поцелуй был невинный и детский, то напоследок животное решило сделать задуманное уже по-взрослому. Каждый, конечно, видит что-то по мере своей воспитанности или распущенности. Но такой песочный замок и правда выглядит не совсем невинно, заставляя рисовать самые непристойные картинки в голове. Наконец-то таки мы можем представить себе, как выглядит ситуация, когда говорят «провалиться под землю». Гениальное, конечно, было решение убить комара на лице своей собеседницы просто во время прямого эфира. Обычно поцеловать репортера женщин на улице пытаются мужчины. Но в этом случае нарушить правило решила именно представительница прекрасного пола. Приглашенному в студию гостю неожиданно стало плохо, и он начал терять сознание. Хорошо, что рядом с ним хоть кто-то оказался в тот момент. Животные – абсолютно непредсказуемые существа. И никогда не знаешь, чего от них ожидать в самый ответственный момент. Справиться с огнетушителем оказалось не так-то просто. Видимо, кто-то пропускал уроки по технике безопасности в школе. Громодские огнетушители. На их место пришли облегченные баллоны, потушить пожар, которыми может даже малыш. В окружении таких красоток на сцене ведущий совершенно забыл смотреть себе под ноги. Джим Кири едет по сцене в студии знаменитой ведущей Эллен и эффектно падает. Чтобы хоть как-то раскрасить свой позор, ничего лучшего не придумал, как сказать, что это была часть задуманного трюка. Вы только посмотрите на эту парочку нарушителей. Мало того, что вбежали в студию совершенно беспардонно, так еще и устроили фееричное шоу с падением. Мужчина просто держал краба в руках, когда тот решил показать, кто из них сильнее. И надо отметить, силу к этому представитель фауны приложил немалую. Каждый пытается выделиться среди толпы так, как умеет. Даже если его способы нельзя назвать чем-то новым или слишком умным. Этот человек бросил вызов всему миру, пытаясь доказать, что он сможет разбить большое количество кокосов на короткое время. Однако после всех попыток ни один из его фруктов так и не пострадал. Прежде чем начать какую-либо работу, всегда стоит убедиться, что никакой опасности от окружающих декораций или интерьера быть не может. Репортер сходит с ума в прямом эфире, когда чувствует неожиданный и очень тревожный толчок земли. Настоящее землетрясение. Мужчина в очках выглядит довольно спокойным и непоколебимым, но он точно сделал день всем остальным работникам новостного канала. Стол решил упасть сам по себе, еще и в самый неподходящий момент, знатно напугав проходящего мимо работника студии. Ведущая прогноза погоды на отлично справилась со своей прямой работой, но уж точно не учла, что длина ее платья будет смотреться в кадре слишком откровенно. Судя по выражению лица этой блондинки, она была явно недовольна своим обнаглевшим кавалером, распускающим свои руки во время танца. Ведущая совсем забыла, что находится в прямом эфире и начала массировать свои ноги. Осознав всю ситуацию, было уже слишком поздно, поэтому пришлось выкручиваться и ситуацией. Метеоролог испугалась жука и повела себя немного странно, хотя после этого и сумела быстро вернуться к ведению прогноза погоды. Репортер рассказывала что-то о дереве, когда ее укусило какое-то насекомое за руку. И, как видим, она слишком зациклилась на этой проблеме. Уж не знаю, специально ли поставили такой полуразваленный стул в студию, но падение с него вышло очень даже эффектным. Как еще разлить себя во время рабочего перерыва и поднять себе настроение? Правильно нужно танцевать, и чем активнее, тем лучше. Тот самый случай, когда стоит сказать, это вовсе не мой день. Но, как видим, участница конкурса не отчаялась и продолжила свою проходку по сцене, сияющей улыбкой на устах. Словно ничего и не произошло. Всегда смотри, куда садишься. Учили нас в детстве. Это правило хорошо работает и во взрослой жизни, надо признаться. Каждый может совершать странные поступки на людях. Главное, насколько умело ты сможешь выйти из сложившейся нелепой ситуации. У этих ведущих бесспорно должно быть отменное чувство юмора. Девушка внезапно поскальзывается и падает со сцены. Выглядит все происходящее, конечно, очень тревожно. И остается только надеяться, что со студии она не поехала сразу в травмпункт. Это действительно трудно. Контролировать большую собаку, и особенно, если вы в прямом эфире на телевидении. Невнимательность порой приводит к самым нехорошим последствиям. Пожелаем парню на будущее смотреть в оба, куда идешь. Всем известно, что животные очень непредсказуемые существа. И в особенности это касается своенравных котов. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. По всей видимости, девушка в кадре хотела продемонстрировать свою физическую силу и возможности. Но все пошло не по плану. Репортер случайно задевает большую ледяную скульптуру. И та разбивается в дребезги. В такой ситуации искренне жаль того, кто ее долгим и упорным трудом создавал. Прямо во время спортивного челленджа в студии произошла крайне неприятная и болезненная ситуация. Хорошо, что после такого прилета хоть медицинскую помощь не пришлось вызывать. Когда тебе что-то очень мешает, работать спокойно просто невозможно. Вот только каждый решает эту проблему по-своему. Женщина-репортер случайно падает в воду, находясь в прямом эфире. Ну что же, теперь она точно заработала себе славу самого неуклюжего сотрудника. Нет ничего забавного в метеоризме. Ни при каких обстоятельствах. Но когда он случайно поражает ведущей во время прямой трансляции, выглядит это весьма забавно. Довольно сложно воспринимать прогноз погоды, когда его ведет такая фигуристая красотка с аппетитными формами. А главную вывеску новостного канала можно было бы прикрепить и получше. Когда поздно понимаешь, что случайно попал в кадр и очень хочешь поскорее смыться, всегда что-то пойдет не так. Если ты привык в разговоре активно жестикулировать руками, лучше сразу убирать все предметы, лежащие перед тобой, на более дальнее расстояние. Как говорится, в споре рождается истина. А вот истина этого мужчины, яро пытающегося кому-то что-то доказать, заключается в том, что ему пора научиться крепить свою вставную челюсть получше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok